Всем привет! Как правило, наличие собственного автомобиля ассоциируется с комфортом, удобством, мобильностью и прочими преимуществами. Но не тут-то было! Сейчас я расскажу вам о самых невероятных автомобильных заторах, которые только могли случиться с водителями. Приятного просмотра! Около пятидесяти сантиметров снега, упавших на землю февральским днем 2011 года, стали причиной пробки. Пик шторма пришелся на вечер, когда многие пассажиры возвращались с берегов озера Шордрайв. Около двенадцати часов все автомобили стояли на месте и не могли сдвинуться из-за выпавших осадков. Более того, из-за низкой видимости происходящего, случались ДТП. Поэтому многие водители оставляли свои машины и пытались добраться пешком. После того, как Берлинская стена между Востоком и Западом Германии упала, традиция навещать родственников и друзей из другой части страны активировалась. Несмотря на внутренние границы в государстве. В канун пасхальных праздников, двенадцатого апреля 1990 года восемнадцать миллионов автомобилей на проезжей части, которая в день была загружена в среднем на пятьсот тысяч транспортных единиц, попали в пробку. Это повлекло за собой загруженность не только на трассе, а еще и на заправках, на которых водители могли ждать обслуживания около четырех часов. Правительство в дальнейшем начало регулировать процессы внутренней миграции посредством введения пропусков и ограниченному времени движения. Вы никого не удивите пробками в Бразилии, но мы выделили самую безумную, которая случилась в Сан-Паулу. Затор длиной в двести девяносто три километра точно навсегда войдет в историю самых больших и запоминающихся в мире. Как и в большинстве случаев, одной из причин стал праздник. Компания, отвечающая за организацию автодорожного движения, зафиксировала, что около полутора миллиона автомобилей покинуло город в мае две тысячи восьмого года. Водители жаловались на отсутствие кольцевых автодорог и бездеятельность городской власти в решении этого вопроса, потому что пробки в Сан-Паулу стали чрезмерно распространенным явлением. К слову, иногда они случаются из-за уличных протестов, ДТП, погоды и низкой культуры вождения у участников дорожного движения. Атланта, две тысячи четырнадцатого года. Эта пробка кажется подходящей для сюжета какой-то трагедии, потому что количество людей, искавших информацию о своих близких в интернете и социальных сетях, была очень большой. Полиция не могла реагировать на все запросы в силу загруженности, поэтому люди писали твиты спасательным службам. В основном по причине растянутости Атланты и плохой системы общественного транспорта, заторы были колоссальными. Люди по двенадцать часов стояли на дороге. Общее число машин составило миллион, а одна женщина даже родила в пробке. Шоссе 405 считается главной дорогой, связывающей северную часть агломерации Лос-Анджелеса с долиной Сан-Фернандо на юге, поэтому оно постоянно перегружено. Обострение ситуации с пробками связано с Днем Благодарения, который отмечается в США в ноябре. Беспилотник настолько красиво зафиксировал затор сверху, что на секунду может показаться, что есть в этой пробке и что-то положительное. Солнечная утренняя погода и отсутствие осадков ввели в обман участников дорожного движения в столице России в две тысячи четырнадцатом году. Ничего не предвещало беды, но резкая смена погоды заставила москвичей сдвинуть свои планы. О столичных пробках ходит много слухов, и это абсолютно заслуженно. Москва — лидирующий европейский город по загруженности дорог. Мелкие аварии, ремонтные работы — ключевые причины заторов. В этот раз сильный снегопад и слабая видимость дороги усилили вероятность застоя на дороге. Движение на участке длиной в пятьдесят километров продвигалось со скоростью три километра в час. Неудивительно, что именно во Вьетнаме случился крупнейший в мире затор, участниками которого стали мотоциклисты, а не автомобилисты. Ведь именно тут рынок мототехники развивается, делая его самым популярным и даже бюджетным видом транспорта для населения. Более того, путешественники часто выбирают такое средство передвижения, потому что можно ехать и параллельно смотреть на достопримечательности и окрестности города. Именно это и послужило чрезмерной загруженностью центральных улиц города Хошимин. Четвертое августа две тысячи семнадцатого года запомнится британским водителям с самым большим затором, в который можно было попасть в этой стране. Около пятнадцати часов люди провели в своем транспорте из-за столкновения двух грузовиков, у которых разлилось топливо. Трассу было необходимо привести в порядок, это обошлось местным властям в два с половиной миллиона фунтов стерлингов. Пробка растянулась на пятьдесят восемь километров. Как ни странно, но большинство пробок в Британии случаются именно из-за аварийных ситуаций и ремонтных работ. Побить антирекорд этой пробки до сих пор не может ни одна страна. Об этом заторе в две тысячи десятом году говорил весь мир. Социологи говорят, что среднестатистический китайский водитель проводит в пробке около девяти дней в году. А глядя на эти кадры, в это охотно верится. Это событие навсегда останется в памяти у людей, которые провели более трех дней в ловушке длиной двести шестьдесят километров. В целом решение этой проблемы заняло двенадцать дней. По иронии, ситуацию усугубила строительная компания, которая занялась работами по расширению трассы как раз для устранения пробок. Что ж, как видите, иногда на дорогах случаются вещи, которые совсем не зависят от нас. Интересно, чем занимались люди, попав в такие обстоятельства? Возможно, проведя пятнадцать часов в ожидании, пассажиры нашли время на то, на что его никогда не хватало? А что бы вы делали в этой ситуации? Пишите свои впечатления и варианты в комментариях. У меня все, до скорых встреч!